Слово шестое о священстве. Так бывает в здешней жизни, как о том-то слышал. А как мы перенесем имеющее быть тогда, когда должны будем отдать отчет за каждого из веренных нам? Там наказание не ограничится стыдом, но предстоит вечное мучение. Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, ибо они бдят о душах ваших, как должны дать ответ. Об этом, хотя я и прежде говорил, но и теперь не умолчу. Страх такой угрозы постоянно потрясает мою душу. Если соблазняющему только одного и при том малейшего, лучше бы было, если повесили ему мельничный жорнов на шее и потопили во глубине морской. И если все, все уязвляющие совесть братьев согрешают против самого Христа, то что некогда потерпят? И каковы подвергнутся наказанию те, которые погубили не одного, двух или трех, но такое множество? Им нельзя оправдываться неопытностью, прибегать к неведению, извиняться необходимости и принуждениям. В такой защите, если бы было позволено, скорее мог бы прибегнуть кто-нибудь из подчиненных для оправдания себя в собственных грехах, чем предстоятели для оправдания в грехах других людей. Почему? Потому что поставленный исправлять невежество других и предварять о наступающей борьбе с дьяволом, не может оправдываться неведением и говорить, «Я не слышал трубы, я не предвидел войны». Он, как говорит Иезекиил, для того и фасажен, чтобы трубить для других и предвозвещать об угрожающих бедствиях. Почему неминуемо постигнет его наказание, хотя бы погиб только один человек? Стражем, говорит он, поставил я для тебя, для народа моего, чтобы ты видел меч грядущий и трубил людям. Иезекиил 33.6 «Перестань же вовлекать меня в столь неизбежную ответственность. Мы говорим не о предводительстве войском, не о царствовании земном, но о деле, требующем ангельских добродетелей. Священник должен иметь душу чище самых лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой, и чтобы он мог сказать, «Уже живу не я, но живет во мне Христос». Если живущая в пустыне, удалившаяся от города, рынка и тамошнего шума, и всегда находящаяся как бы в пристани, наслаждающейся тишиной, не решается полагаться на безопасность своей жизни, но принимает множество и других предосторожностей, ограждая себя со всех сторон, стараясь говорить и делать все с великой осмотрительностью, чтобы они могли с дерзновением и истинной чистотой приступать к Богу, сколько позволяет силы человеческие, то какую, думаешь, ты должен иметь силу и твердость священник, чтобы он мог охранять душу свою от всякой нечистоты и соблюдать неповрежденную духовную красоту? Ему нужна гораздо большая чистота, чем тем, а кому нужна большая чистота, тому более предстоит случаев очерниться, если он постоянным бодрствованием и великим напряжением сил не сделает душу свою неприступную для этого. Благообразие лица, приятность телодвижений, стройность походки, нежность голоса, подкрашивание глаз, расписывание щек, сплетение кудрей, намащивание волос, драгоценность одежд, разнообразие золотых вещей, красота драгоценных камней, благоухание мастей и все другое, чем увлекается женский пол, может привести душу в смятение, если она не будет крепко ограждена строгим целомудрием. Впрочем, приходить в смятение от всего этого нисколько неудивительно, а то, что дьявол может поражать и уязвлять души человеческие предметами противоположными этим, возбуждает великое изумление и недоумение. Некоторые, избегнув этих сетей, впали в другие, весьма отличные от них. Небрежное лицо, неприбранные волосы, грязная одежда, неопрятная наружность, грубое обращение, несвязанная речь, нестройная походка, неприятный голос, бедная жизнь, презренный вид, беззащитность и одиночество. Это сначала возбуждает жалость из зрителя, а потом доводит до крайней погибели. 461. «Многие, избежав первых сетей, состоящих из золотых вещей, мастей, одежд и прочего, о чем я сказал, легко впадали в другие, столь отличные от них, и погибали. Если же и бедность, и богатство, и красивый вид, и простая наружность, обращение благоприличное и небрежное, и вообще все то, что я исчислил, может возбуждать борьбу в душе зрителя и окружать его напастями со всех сторон, то как он может успокоиться среди столь многих сетей? «Где найдет убежище, не скажу для того, чтобы не быть увлечен и насильно, от этого избавиться не очень трудно, но чтобы сохранить душу свою от возмущения нечистыми помыслами?» «Не говорю о почестях, причине бесчисленных зол. Почести, оказываемые женщинами, хотя и ослабляются силой целомудрия, однако часто и низвергает того, кто не научился постоянно бодрствовать против таких козней, а от почести, оказываемых мужчинами. Если кто будет принимать их не с великим равнодушием, тот впадает в две противоположные страсти – рабское угождение и безумные высокомерия, с одной стороны вынуждаясь унижаться предвестицами своими, а с другой – воздаваемыми от них почестями, надмиваясь перед низшими и низвергаясь в пропасть безумия. «Об этом уже было сказано мною. А какой отсюда происходит вред, этого никто не может хорошо знать без собственного опыта. И не только этим, но и гораздо большим опасностям неизбежно подвергается обращающийся среди людей. А возлюбивший пустыню свободен от всего этого. Если же иногда греховный помысл и предоставляет ему что-нибудь подобное, то представление бывает слабо и скоро может погаснуть, потому что зрение не доставляет извне пищи для пламени. Монах боится только за себя одного. Если же и вынуждается заботиться о других, то о весьма немногих. А хотя бы их было и много, однако число их всегда менее принадлежащих к церквам. И забота о них гораздо легче для настоятеля не только по малочисленности их, но и потому что все они свободны от мирских дел и не имеют надобности пищить ни о детях, ни о жене, ни о другом чем-либо подобном. А это делает их весьма послушными, настоятелем и позволяет им иметь общее жилище, где погрешности их тщательно могут быть замечаемы и исправляемы. Такой постоянный надзор наставников немало способствует к приспиянию в добродетели. Напротив, большая часть из подведомых священнику стеснена житейскими заботами, которые делают их менее расположенными к делам духовным. Поэтому учитель должен, так сказать, сеять ежедневно, чтобы слово учения по крайней мере непрерывностью своею могло укрепиться в слушателях. Чрезмерное богатство, величие власти, беспечность, происходящая от роскоши. И кроме того, многое другое подавляет посеянные семена. А часто густота этих терний не допускает пасть семенам даже на поверхность почвы. С другой стороны, чрезмерная скорбь нужны бедности, непрестанные огорчения и другие причины, противоположные вышесказанным, препятствуют заниматься божественными предметами. Что же касается до грехов, то и малейшая часть их не может быть известна священнику. Как он может знать их, когда большей части людей он и в лицо не знает? Такие неудобства сопряженные с обязанностями его в отношении к народу. Если же кто рассмотрит обязанности его в отношении к Богу, то он найдет, что те обязанности ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти последние. Тот, кто молится за весь народ, что я говорю, за город, за всю вселенную, умилостивляет Бога за грехи всех, не только живых, но и умерших, тот, каким сам должен быть. Даже дерзновение Моисея и Ильи я почитаю недостаточным для такой молитвы. Он так приступает к Богу, как бы ему уверен был весь мир. И сам он был отцом всех, прося и умоляя о прекращении повсюду войн и усмирении мятежей о мире и благоденствии, о скором избавлении от всех, тяготеющих над каждым бедствием частных и общественных. Посему он сам должен столько во всем превосходить всех, за кого он молится, сколько предстоятелей следует превосходить находящихся под его покровительством. А когда он призывает Святого Духа и совершает страшную жертву и часто прикасается к общему всем владыке, тогда скажи мне, с кем наряду мы поставим его? Какой потребуем от него чистоты и какого благочестия? Подумай, какими должны быть руки, совершающие эту службу? Каким должен быть язык, произносящий такие слова? Кого чище и святее должна быть душа, приемлющая такую благодать Духа? Тогда и ангелы предстоят священнику, и целый сон небесных сил взывает, и место вокруг жертвенника наполняется ими в честь возлежащего на нем. В этом достаточно удостоверяют самые действия, совершаемые тогда. Я некогда слышал такой рассказ одного человека. Некоторый пресвитер, муж дивный и неоднократно видевший откровения, говорил ему, что он некогда был удостоен такого видения, и именно во время службы вдруг увидел, сколько то было ему возможно, множество ангелов, одетых в светлые одежды, окружавших жертвенник, и поникших главами, подобно воинам, стоявшим в присутствии царя. Да, я верю этому. Также некто другой рассказывал мнение, другого узнавши, но удостоившись сам видеть и слышать, что готовящихся отойти отсюда, если они причастятся тайн с чистой совестью, при последнем дыхании окружают ангелы и препровождает их отсюда ради принятых ими тайн. А ты не трепещешь, привлекая мою душу к столь священному таинству, и возводя священническое достоинство, одетого в нечистые одежды, какого Христос изгнал из общества прочих собеседников. Душа священника должна сиять подобно свету, озаряющему вселенную, а мою душу окружает такой мрак от нечистой совести, что она, всегда погруженная во мрак, не может никогда с дерзновением воззреть на своего владыку. Священники, соль земли, а мое неразумие и неопытность во всем, может ли кто легко перенести, кроме тебя, привыкшего чрезмерно любить меня? Священник должен быть не только чист, так, как удостоившийся столь великого служения, но и весьма благоразумен и опытен во многом знать все житейское, не менее обращающихся в мире, и быть свободным от всего более монахов, живущих в горах, так как ему нужно обращаться с мужами, имеющими жен, воспитывающими детей, владеющих слугами, окруженными большим богатством, исполняющими общественные дела и облеченными властью, то он должен быть многосторонним, говорю многосторонним, но не лукавым, не льстецом, не лицемером, но исполненным великой свободы и смелости. И однако умеющим и выступать в пользу, и когда потребуется этого, потребует положение дел, быть кротким и вместе строгим. Нельзя со всеми подвластными обращаться одинаковым образом, так же как врачам нельзя лечить всех больных одним способом. И кормчему узнать одно только средство для борьбы с ветрами. И корабль церкви волнует постоянные бури. Эти бури не только вторгаются извне, но зарождаются и внутри, и требуют от священника великой внимательности и тщательности. Все эти разнообразные действия направляются к одной цели – к славе Божьей, к созиданию церкви. Велик подвиг и велик труд монахов, но если кто сравнит труды их с священством, хорошо исправляемым, тот найдет между ними такое же различие, какое между простолюдином и царем. У тех хотя и велик труд, но в подвиге участвует и душа, и тело. Или, лучше сказать, большая часть его совершается посредством тела. А если оно не будет крепко, то ревность остается только ревностью, не имея возможности выразиться на деле. Напряженный пост, возлежание на земле, бодрствование, неумовение, тяжелый труд и прочее, способствующие изнурению тела – все это оставляется, если не крепко тело, подлежащее измождению. А здесь – чистая деятельность души. И нет нужды в здоровом теле, чтобы проявить ее добродетель. Содействует ли нам крепость телесная в том, чтобы не быть гордыми, гневливыми, дерзкими, а быть трезвыми, целомудренными, скромными, и иметь все прочие качества, которые блаженный Павел исчислил при изображении превосходного священника? На этого нельзя сказать, это бродетели монашествующего. Как представляющим зрелище, нужны многие орудия – колеса, веревки, мечи, а у философа вся деятельность заключается в душе его, так что он не нуждается ни в чем внешнем, так и здесь. Монахи имеют нужду в благосостоянии телесном и в местах, удобных для жительства, чтобы не быть очень удаленными от общения с людьми, и иметь тишину пустыни, а также не лишать себе благорастворенного воздуха, потому что для изнуряющего себя постами нет ничего вреднее, как неблагорастворенность воздуха. 464, том 1. Я не стану теперь говорить о том, сколько они принуждены, бывает, иметь забот о приготовлении одежды, пропитании, стараясь сделать все сами для себя. А священник не имеет нужды ни в чем этом для своего употребления, но живет без забот о себе и в общении с пособами во всем, что не приносит вреда, слагая все познания в сокровищнице своей души. Если же кто станет превозносить уединение внутри самого себя и удаление от общения с народом, то, хотя и сам я назвал бы это знаком терпения, но это не служит достаточным доказательством полного душевного мужества. Управляющий рулем внутри пристани еще не представляет точного доказательства своего искусства. Но того, кто среди моря и во время бури мог спасти корабль, никто не может не назвать превосходным кормчим. Итак, мы не должны чрезмерно удивляться тому, что монах, пребывая в уединении с самим собой, не возмущается и не совершает многих и тяжких грехов. Он удален от всего раздражающего и возмущающего душу. Но если посвятивший себя на служение целому народу и обязан нанести грехи многих остается непоколебимым и твердым, в бурное время управляя душой как бы во время тишины, то он по справедливости достоин рукоплесканий и удивления всех. Потому что он представил ясное доказательство своего мужества. «Посему и ты не удивляйся тому, что я, избегая площади и общения с людьми, не имея против себя многих обвинителей, и не следовало удивлять, если я во время сна не грешил, ни ротоборствуя не падал, ни сражаясь не был ранен. Кто же, скажи, кто станет обличать и открывать мою порочность?» «Это кровля и это келья, но они не могут говорить. Мать, которая более всех знает мои качества, но с ней особенно у меня нет ничего общего, никогда у нас не было распри. А если бы это и случилось, то нет никакой матери столь жестокой и нечадолюбивой, которая без всякой побудительной причины и без всякого принуждения стала хулить и позорить перед всеми того, кого носила, родила и воспитала. Если бы кто захотел тщательно испытать мою душу, то нашел бы в ней много слабостей, как знаешь и сам ты, привыкши больше всех превозносить меня похвалами перед всеми. Что я говорю, это не по скромности. Припомни, сколько раз я говорил тебе, когда у нас бывала речь об этом, что если бы кто предложил мне на выбор, где я более желал бы заслужить доброе себе мнение, в предстоятельстве или церковном, или в жизни монашеской, я тысячекратно избрал бы первое. Я никогда не переставал ублажать перед тобой тех, которые могли хорошо исправлять это служение. И никто не будет спорить, что я не убежал бы от того, что сам ублажал, если бы был способен исполнять это. Но что мне делать? Ничто так не бесполезно для предстоятельства церковно, как эта праздность и беспечность, которую иные называют каким-то дивным подвижничеством. А я нахожу в ней как бы завесу собственной негодности, прикрывая ей множество моих недостатков и не допуская их обнаружиться. Кто привык находиться в таком бездействии и жить в великом спокойствии, тот хотя бы имел большие способности. От недеятельности тревожится и смущается. И немалую часть собственной силы ослабляет, оставляя ее без упражнения. А если он вместе с тем будет еще слаб умом и неопытен в красноречии и состязаниях, в каком положении я и нахожусь, то приняв управление, он нисколько не будет отличаться от каменных истуканов. Поэтому немногие из этого подвижничества переходят на подвиги священства. И из них большая часть оказывается неспособными, падают духом и испытывают неприятные и тяжелые последствия. И это нисколько неудивительно, если подвиги и упражнения не одинаковы, то подвязающиеся в одних нисколько не отличаются от неупражняющихся в других подвигах. Выходящий на поприще священства в особенности должен презирать славу, преодолевать гнев, быть исполнен великого благоразумия, но посвятившему себя иноческой жизни не представляется никакого повода в упражнениях в этом. При нем нет людей, которые бы раздражали его, чтобы он привык укращать силу гнева. Нет людей восхваляющих и рукоплещущих, чтобы он научился пренебрегать похвалами народа. Немного заботы у них и о благоразумии, потребном в церковных делах. Посему, когда они приступают к подвигам, которых не испытывали, то недоумевает, затрудняется и приходит в замешательство. И кроме того, что не преуспевает в добродетели, часто многие теряют и то, с чем пришли. 466. Василий сказал, что же, неужели поставлять на управление церковью людей, обращающихся в мире, пекущихся о житейских делах, упражняющихся в растрях и ссорах, исполненных множеством несправедливостей и привыкших к роскоши? Затауст. Успокойся, блаженный, сказал я. О таких и думать не должно при избрании священников. Но о таких, кто, живя и обращаясь со всеми, мог бы более самих иноков соблюсти целыми и ненарушимыми чистоту, спокойствие, благочестие, терпение, трезвенность и прочие добрые качества, свойственные монахам. А кто имеет много слабостей, но в одиночестве может скрывать их и без общения с людьми оставляет их неприложимыми к делу, тот, выступив перед всеми, не достигнет ничего другого, кроме того, что сделается смешным и подвергнется большей опасности. Чего едва не потерпел и я, если его провидение Божие скоро не отклонило этого огня от главы моей. Когда такой человек будет поставлен на виду, то он не может укрыться, но всегда обличается, как огонь испытывает металлические вещества, так и клир испытывает человеческий душ и распознает, гневлив ли кто, или малодушен, или честолюбив, или горд, или имеет какой-либо другой порог, открывает и скоро обнаруживает все слабости, и не только обнаруживает, но и делает их тягчайшими и упорнейшими. Как телесные раны, быв растравляемы, делается неудобо исцелимыми, так и страсти душевные, быв возбуждаемы и раздражаемы, обыкновенно более ожесточается и принуждает преданных им более грешить. Человека невнимательного к себе, а не склоняется к словолюбию, к надменности и к корыстолюбию, вовлекает в роскошь, расслабление и беспечность, и мало-помалу в дальнейшие рождающиеся от них пороки. Среди людей многое может ослабить ревность души и остановить ее стремление к Богу. И прежде всего обращение с женщинами. Нельзя предстоятелю по сущему все стадо пищить об одной части его, о мужчинах, а другой оставить в пренебреживании, то есть женщин, которые особенно нуждаются в большей заботливости по причине удовопреклонности к грехам. Но принявший епископство должен заботиться и об их здоровье, если не в большей, то в равной мере. Обязан навещать их, когда они больны, утешать, когда скорбят, укорять предающихся беспечности, помогать бедствующим. А при исполнении этого лукавый найдет много путей к нападению, если кто не оградит себя тщательным охранением. Взор не только невоздержный, но и целомудренной женщины поражает и смущает душу. Ласки обольщают, почести порабощают. И пламенная любовь, это причина всех благ, делается причиной бесчисленных зол для тех, которые неправильно пользуются ею. Также и непрестанные заботы притупляют остроту ума и, способного возноситься подобно птице, делает тяжелее свинца. И гнев, овладевая душою, омрачает всю ее внутренность подобно дыму. Кто может исчислить прочие вредные действия, обиды, порицания, укоризны от высших и от низших, от разумных и от неразумных? Особенно люди, не способные к правому суждению, бывают взыскательны и не скоро принимают оправдания. Доброму предстоятелю нельзя презирать этих людей, но должно отвечать на обвинения всех их с великой кротостью и с готовностью, лучше прощать им неразумные укоризны, нежели досадовать и гневаться. Если блаженный Павел, опасаясь со стороны учеников подозрения в хищении, допустил и других к распоряжению деньгами, чтобы при таком обилии не подвергнулись нарекания, то не должны ли мы делать все, чтобы уничтожить худые подозрения, хотя бы они были ложны, хотя бы безрассудны и весьма несообразны с нашей славой? Ни от какого греха столько недалеки мы, как Павел от хищения. И однако он, столь далекий от этого худого дела, не пренебрег подозрениям народа, хотя весьма бессмысленным и безумным. Ибо действительно безумно было подозревать в чем-либо подобном эту блаженную и дивную главу. Несмотря на то, что это подозрение было так безрассудно и могло быть разве у какого-нибудь сумасшедшего человека, тем не менее Павел заранее устраняет причины его. Он не презрел безрассудности народа и не сказал, к кому может прийти на мысль подозревать меня в этом, когда и чудеса, и скромность жизни приобрели мне от всех уважения и удивления. Совершенно напротив. Он предвидел и предполагал это дурное подозрение и вырвал его с корнем или лучше не допустил появиться и началу его. Почему? Потому что, ну, помышляем о добром, говорил он, не только перед Богом, но и перед человеками. Столько и даже еще более надо настараться о том, чтобы не только истреблять и останавливать возникающую худую молву, но и предвидеть издалека, откуда она могла бы произойти, наперед уничтожать причины, от которых она происходит, и не ждать, пока она составится и распространится в устах народа, потому что тогда уже нелегко истребить ее, но весьма трудно и, может быть, даже невозможно. И притом будет опасно, чтобы не произошел вред для народа. Впрочем, доколе я не остановлюсь, преследуя недостижимое. Исчислять все здешние трудности значит не что иное, как измерять море. Если и тот, кто чист от всякой страсти, что, впрочем, невозможно, неизбежно подвергается бесчисленным горестям для исправления погрешностей других, то при собственных слабостях представь, какую бездну трудов и забот и какие страдания должен перенести желающий преодолеть и свои чужие пороки. 468. Василий сказал, а ты теперь не подвизаешься в этих трудах и не имеешь забот, живя одиноким. Затаус. Ими и теперь, сказал я, как может человеку, проводящему эту многотрудную жизнь, быть свободным от забот и подвигов. Но ни одно и то же пуститься в беспредельное море и переплывать реку, таково различие между теми и этими заботами. Если бы я мог быть полезным для других, и я сам теперь пожелал бы, это было бы предметом моей усердной молитвы. А так как я не могу принести пользы другому, то удовольствие с тем, если по крайней мере успею спасти и исхитить из бури самого себя. Василий сказал, неужели ты считаешь это великим делом и вообще неужели думаешь спастись, не быв полезным никому другому? Затаус. Хорошо и справедливо ты сказал, отвечал я. И сам я не верю, чтобы можно было спастись тому, кто ничего не делает для спасения ближнего. Несчастному рабу нисколько не помогло то, что он не уменьшил таланта, но погубило его то, что он не умножил и не принес вдвое больше. Впрочем, я думаю, что мне будет более легкое наказание, когда буду обвиняем за то, почему я не спас других, нежели когда бы погубил и других, и себя, сделавшись худшим по принятии такой почести. Я уверен, что теперь ожидает меня такое наказание, какого требует тяжесть грехов моих, а по принятии власти не двойное, не тройное, но многократное за соблазн многих и за скорбление Бога, удостоившего меня большей чести. Поэтому израильтян Бог весьма сильно обличал, показывая им, что они достойны большего наказания за грехи, совершенные после дарованных им от него преимуществ. Иногда он говорил, только вас познал я от всех племен на земле. Поэтому отомщу за вас и за все грехи ваши. А иногда я взял из сынов ваших пророки. Амост 3, 2, 2, 11. И еще прежде пророков при установлении жертв, желая показать, что грехи священников подлежат гораздо большему наказанию, нежели грехи простолюдинов, он повелевает приносить за священника такую жертву, какая была приносима за весь народ, Левит, 4 глава. Этим он выражает не что иное, как то, что раны священника нуждаются в большей помощи. И такой, в какой раны всего вообще народа. А они не нуждались бы в большей помощи, если бы не были тягчайшими. Тягчайшими же они бывают не по своей природе, но по достоинству священника, который совершает эти грехи. Но что я говорю о мужах, проходящих это служение? Дочери священников, которые не имеют никакого отношения к священству. По причине достоинства отцов своих за одни и те же грехи подвергаются гораздо строжайшему наказанию. Преступление бывает одинаково как у них, так и у дочерей простолюдинов, например, любодеяния у тех, у других. Но первое подвергается наказанию гораздо тягчайшему, нежели последнее. Левит 21.9, Тарозаконие 22.21 Видишь ли, с какой силой Бог внушает тебе, что начальник заслуживает гораздо большего наказания, нежели подчиненная, наказывающий дочь священника более других дочерей за отца ее, подвергнет неравному с другими наказанию того, кто бывает виновником такого увеличения наказания ее, но гораздо большему и весьма справедливо, потому что вред не ограничивается только самим начальником. Но губит и души слабейших и взирающих на него людей. И пророк из Икии, желая внушить это, различает один от другого суды над овнами и над овцами. Из Икии 34.17 Ясно ли теперь для тебя, что я имел причину устрашиться? Прибавлю к сказанному следующее, хотя теперь мне нужно много трудиться, чтобы не одолели меня совершенно страсти душевные, однако я переношу этот труд и не убегаю от подвига. Так тщеславие теперь овладевает мною, но я часто и вооружаюсь против него и сознаю, что нахожусь в рабстве. А случается, что и укоряю поработившуюся душу. И теперь нападают на меня худые пожелания, но не столь сильный возжигает пламень, потому что глаза не могут получать извне вещества для этого огня. А чтобы кто-нибудь говорил худой, а я слушал говорящего, от этого я совершенно свободен, так как нет разговаривающих. Стены же, конечно, не могут говорить. Равным образом нельзя избежать и гнева, хотя и нет при мне людей, которые бы досаждали. Часто воспоминания непристойных людях и их поступках воспламеняет мое сердце, но не вполне. Я скоро укращаю пламень его и успокаиваю убеждая, что весьма несообразно и крайне бедственно оставив свои пороки заниматься пороками ближних. Но вступив в народ и предавшись бесчисленным беспокойствам, я буду не в состоянии делать себе таких увещаний и находить руководственные при этом помыслы. Но как увлекаемые по скалам каким-нибудь потоком или чем-либо иным, хотя могут предвидеть гибель, в которой они несутся. А придумать какой-либо помощи для себя не могут, так и я впадши в великую бурю страстей, хотя в состоянии буду видеть наказание, с каждым днем увеличивающееся для меня. Но углубляться в себя, как теперь, и удерживать со всех сторон эти яростные порывы мне уже будет и так удобно, как прежде. У меня душа слабая и невеликая и легко доступна не только для этих страстей, но и худшей из всех зависти и не умеет спокойно переносить ни оскорблений, ни почести, но последний чрезвычайно надмевает ее, а первые приводят в умрение. Лютые звери, когда они здоровые и крепкие, одолевают борющихся с ними, в особенности слабых и неопытных. А если кто изнурит их голодом, то и усмирит их ярость и отнимет у них большую часть силы, так что и не весьма храбрый человек может вступить в бой и сражение с ними. Так бывает и со страстями душевными. Кто ослабляет их, тот делает их покорными здравому растутку, а кто усердно питает их, тот готовит себе борьбу с ними труднейшую и делает их столь страшными для себя, что всю жизнь свою проводит в рабстве и страхе. А какая пища для этих зверей? Для тщеславия, почести и похвалы, для гордости власть, величие, господство, для зависти и прославления ближних, для сребролюбия щедро издающих, для невоздержания роскоши частой встречи с женщинами и для других другое. Все эти звери сильно нападут на меня, когда я выступлю на середину, и будут терзать душу мою и приводить меня в страх, и отражать их будет для меня весьма трудно. А когда я останусь здесь, то хотя тогда потребуются большие усилия, чтобы побороть их, однако они подчинятся по благодати Божией, и для меня будет достигать только рев их. Поэтому я и остаюсь в этой келии недоступным, необщительным, нелюдимым и терпеливо слушаю множество других подобных порицаний, которые охотно желал бы отклонить, но не имея возможности сделать это, сокрушаюсь и скорблю. Невозможно мне быть общительным и вместе оставаться в настоящей безопасности, поэтому я и тебя прошу, лучше пожалеть, чем обвинять того, кто поставлен в такое затруднительное положение. Но я еще не убедил тебя, посему уже время сказать тебе и то, что одно оставалось неоткрытым. Может быть многим это покажется невероятным, но при всем том я не устыжусь открыть это. Хотя слова мои обнаружат худую совесть и множество грехов моих, но так как всеведущий Бог будет судить меня строго, то что еще может быть мне от незнания людей? Что же осталось неоткрытым? С того дня, в который ты сообщил мне об этом намерении избрания в епископа, часто я был в опасности совершенно расслабеть телом. Такой страх, такое уныние владевали моей душой. Представляя себе славу невесты Христовой, ее святость, духовную красоту, мудрость, благолепие, и размышляя о своих слабостях, я не переставал оплакивать ее и назвать себя несчастным, часто вздыхать и с недоумением говорить самому себе. Кто это присоветовал? Чем столько согрешила церковь Божия? Чем так прогневала владыку своего, чтобы ей быть предоставленному мне, презреннейшему из всех и подвергнуться такому посрамлению? Часто размышляя таким образом с самим собою и не мог же перенести мысли о такой несообразности, я падал в изнеможении подобно расслабленным и ничего не мог ни видеть, ни слышать. когда проходило такое оцепенение и иногда оно и прекращалось, то сменяли его слезы и уныние, а после продолжительных слез опять наступал страх, который смущал, расстраивал и потрясал мой ум. В такой буре я проводил прошедшее время, а ты не знал и думал, что я живу в тишине, но теперь я открою тебе бурю души моей, может быть ты за это простишь меня, прекратив обвинение? Как же? Как открою тебе это? Если бы ты захотел видеть ясно, то нужно бы обнаружить тебе мое сердце, но так как это невозможно, то постараюсь как могу в некотором тусклом изображении представить тебе мрак моего уныния, а ты по этому изображению судья о самом унынии. Представим, что дочь царя, обладающего всей вселенной, сделалась невестою, и что она отличается необыкновенной красотой, превышающей природу человеческую, и много превосходящей всех женщин, и такой душевный добродетель, что даже всех мужчин, бывших и имеющих быть, далеко оставляет позади себя, благонравием своим превышает все требования любомудрия, а благообразием лица своего помрачает всякую красоту телесную. Представим за тем, что жених ее не только за это пылает любовью к этой девице, но и кроме того, чувствует к ней нечто особенное, и силой своей привязанности превосходит самых страстных из бывших когда-либо поклонников. Потом представим, что этот поменяющий любовью откуда-то услышал, что с диваной и его возлюбленную намеревается вступить в брак кто-то из ничтожных и призвенных людей, низкий по происхождению и уродливый по телу, и негоднейший из всех. Довольно ли я выразил тебе скорбь мою? И нужно ли далее продолжать это изображение? Для выражения моего уныния, я думаю, достаточно. Для этого только я и привел этот пример. А чтобы показать тебе меру моего страха и изумления, перейду к другому изображению. Пусть будет войско, состоящее из пеших, конных и морских воинов. Пусть множество кораблей покроет море, а отряды пехоты и конницы займут пространство полей и вершин и гор. Пусть блестает на солнце медное оружие, и лучи его пусть отражают свет от шлемов и щитов, а стук копии ржания коней доносятся до самого неба. Пусть не видно будет ни моря, ни земли, а повсюду медь и железо. Пусть выстроятся против них и неприятели, люди дикие и неукротимые. Пусть настанет уже и время сражения. Потом пусть кто-нибудь взяв отрока воспитанного в деревне, не знающего ничего, кроме свирели и посоха, облечет его в медные доспехи, проведет по всему войску и покажет ему отряды с их начальниками, стрелков, прачников, полководцев, военачальников, тяжело вооруженных воинов, садников, коптеносцев, корабли с их начальниками, посаженных там воинов и множество сложенных в кораблях орудий. Пусть покажет ему и все ряды неприятелей, свирепые их лица, разнообразные снаряды и бесчисленное множество оружия, глубокие рвы, крутые утесы, недоступные горы. Пусть покажет еще у неприятелей коней, как бы силой волшебства летающих, и силы, все виды чародейства. Пусть исчислят ему и ужасы войны, облака копий, тучи, стрел, великую мглу, темноту и мрачнейшую ночь, которая производит множество метаемых стрел, густотой своей затеняющих солнечные лучи, пыль, потемняющие глаза не менее мрака, потоки крови, стоны падающих, вопли стоящих, груды лежащих, колеса обогренные кровью, коней вместе с садниками стремглав не извергающихся от множества лежащих трупов, землю, на которой все смешано, кровь, луки и стрелы, копыта лошадей и вместе с ними лежащие головы людей, рука и шея, голень и рассещенная грудь, мозги приставшие к мечам и изломанные острие стрелы, вонзившиеся в глаз, пусть исчислят и бедствия морского сражения, корабли, то сожигаемые среди воды, то потопляемые с находящимися в них воинами, шум волн, крик корабельщиков, вопль воинов, пену, смешанную из волн и крови и ударяющиеся о корабли, трупы, лежащие на палубах, утопающие, плывущие, выбрасываемые на берега, качающиеся в волнах и заграждающие путь кораблям, ясно показав ему ужасы воинские, пусть еще прибавит и бедствия плена, и рабство, тягчайшая всякой смерти, и сказав все это, пусть прикажет ему тотчас сесть на коня и принять начальство над всем этим войском. Думаешь ли ты, что этот отрок в состоянии будет даже выслушать такой рассказ, а не тотчас с первого взгляда испустит дух? Не думай, что я словами своими преувеличиваю и дело. Так кажется, потому что мы, заключенные в теле, как бы в какой темнице, не можем видеть ничего невидимого. А ты не считай сказанного за преувеличение. 473. Если бы ты мог когда-нибудь увидеть глазами своими мрачнейшее ополчение и яростное нападение дьявола, то увидел бы гораздо большую ужаснейшую битву, нежели изображаемую мною. Здесь ни медь и железо, ни коника, ресницы и колеса, ни огонь и стрелы, и неподобные видимые предметы, но другие снаряды гораздо страшнейшие этих. Таким врагам не нужно ни панцирь и ни щита, ни мечей и копий. Но одного вида этого проклятого войска достаточно, чтобы поразить душу, если она не будет весьма мужественную. Еще прежде своего мужества не будет укрепляема промыслом Божиим. Если бы возможно было сложить в себя это тело или с телом чисто и без страха собственными глазами видеть все ополчение дьявола и его битву с нами, то ты увидел бы не потоки крови и мертвые тела, но такое избиение душ и такие тяжелые раны, что все изображения войны, которые я сейчас представил тебе, ты почел бы детской игрой и скорее забавою, нежели войною. Так много поражаемых каждый день. И раны эти причиняют смерть не такую, какую рану телесную. Насколько душа различается от тела, столько же различается та и другая смерть. Когда душа получит рану и падет, падет, то она не лежит бесчувственно подобно телу, но мучается здесь от угрызений злой совести, а подшествие отсюда во время суда предается вечному мучению. Если же кто не чувствует боли от ран, наносимых дьяволом, тот нечувствительностью своей навлекает на себя еще большее бедствие, потому что кто не пострадал от первой раны, то скоро получает и вторую, а после второй третью. Нечистый видит душу человека беспечную и пренебрегающую прежними ранами, не перестает поражать его до последнего издыхания. Если хочешь узнать и способы его нападения, то увидишь, что они весьма сильны и разнообразны. Никто не знает сколько видов обмана и коварства, сколько этот нечистый, чем он и приобретает большую силу. И никто не может иметь столь непримиримой вражды к самым злейшим врагам своим, какой имеет этот лукавый демон к человеческому роду. Если еще посмотреть на ревность, какой он ведет борьбу, то в этом отношении смешно и сравнивать его с людьми. Пусть кто-нибудь изберет самых лютых и свирепых зверей и противопоставит ему его неистовству, тот найдет, что они весьма кроткие и тихие в сравнении с ним. Такой он дышит яростью против наших душ. Притом и время тамошнего сражения краткое, и при краткости его бывает много отдыхов. И наступившие ночи, и утомление от сражений, и время принятия пищи, и многое другое обыкновенно дает воину отдохновение. Так что он может снять с себя оружие, несколько ободриться, оживиться пищей, и питьем, и другими многими средствами, восстановить прежнюю силу. А в борьбе с лукавом никогда нельзя ни сложить оружие, ни предать сосну, для того, что, кто желает, всегда оставаться нераненным. Необходимо избрать одно из двух, или сняв оружие пасть и погибнуть, или всегда вооруженным стоять и бодрствовать. Этот враг всегда остается своим ополчением, наблюдая за нашей беспечностью, и гораздо более заботиться о нашей погибели, нежели ли мы о своем спасении. Особенно трудную борьбу с ним делает для непостоянно бодрствующих то, что он невидим нами нападает внезапно. Это наиболее причиняет множество зол. И ты желал, чтобы в этой войне я предводительствовал воинами Христовыми, но это значило бы предводительствовать для дьявола. Если обязанный распоряжаться и управлять другими будет неопытнее и слабее всех, то по неопытности, предавая вверенных ему, он будет предводительствовать более для дьявола, нежели для Христа. Но зачем вздыхаешь? Зачем плачешь? Не плача достойно то, что теперь случилось со мной, но веселье и радости. 474 том 1. Василий сказал, но не мое положение, напротив, оно достойно безмерных рыданий. Потому что теперь едва я мог понять, какие беды ты ввернул меня. Я пришел к тебе узнать, что мне говорить в твое оправдание обвинителям, а ты отпускаешь меня, наложив на меня новую заботу вместо прежней. Я не о том уже заботюсь, что мне сказать им за тебя, но о том, как мне отвечать за себя и за свои грехи перед Богом. Но прошу и умоляю тебя, если ты имеешь какое-нибудь попечение мне, какое-нибудь утешение во Христе, какое-нибудь утешение любви, милосердия или щедроты, ибо ты знаешь, что сам ты более всех подверг меня этой опасности, подай руку помощи, говори и делай все, что может ободрить меня. Не позволяй себе оставлять меня и на кратчайшее время, наустрой, чтобы мне вместе с тобой теперь еще дружнее, чем прежде проводить жизнь. На это я с улыбкой сказал, чем же я могу помочь, какую принести пользу тебе при таком бремени забот, но если тебе угодно это, не унывай, любезная глава, время, в которое тебе можно будет отдохнуть от забот, я буду проводить с тобой, буду утешать, и не опущу ничего, что будет по моим силам. При этом, заплакав еще более, он встал, а я, обняв его и посыловав его голову, проводил его, увещевая, мужественно переносить случившееся. Верю, говорил я Христу, призвавшему тебя и предоставившему тебе венец овец своих, что от этого служения ты приобретешь такое дерзновение, что и меня, находящегося в опасности, в тот день примешь вечную свою обитель.